Тема возможной экспансии московских головорезов уже на территории стран НАТО постепенно обрастает информационным мясом и выглядит все более реалистичной. Как мы помним, разговоры о том, что надо было начинать свои захватнические войны не с Украины, а с Балтии, циркулировали уже достаточно давно. И несколько месяцев назад коллеги прислали ссылку на расистский ресурс, который сейчас недоступен даже через ВПН и, возможно, уже закрыт, где была статья почти годичной давности, в которой кто-то, явно имеющий отношение к военной службе, по полочкам расставлял ситуацию, какой она была по состоянию на конец 2021 года, снабдив ее приблизительными расчетами. Там он разложил соотношение сил и средств, которыми располагала Московия только в Белоруссии, а также на своей западной границе с тем, что имелось у НАТО и национальных сил обороны в странах Балтии, а также что имела Украина. Из каких-то собственных соображений он привел сравнение мобилизационных ресурсов, а также время полного развертывания всех сил и средств, которые мог осуществить противник в ответ на стремительную атаку. Из-за всего этого выходило, что в Украину можно было сунуться в последнюю очередь. Такой вывод он подтвердил как количественными категориями, так и тем, что в отличие от армий стран НАТО, ВСУ имели боевой опыт и резерв уже прошедших войну бойцов. Кроме того, он отметил, что Украина к тому моменту уже имела собственный практически опыт мобилизации, а поэтому при всех издержках механизм перехода страны на военное положение был гарантированным, и это было большой проблемой. Что касается стран Балтии, то его расчеты говорили о том, что в случае применения той группировки войск, которыми они располагали в конце 21 года, они могли обеспечить такой темп продвижения, который сделал бы невозможными ни проведение мобилизации в этих странах, ни переброску каких-то войск НАТО. При этом Альянс мог перебросить мизер, и для того, чтобы выйти на формирование сколько-нибудь значительной группировки войск, ему потребовалось бы в 3-4 раза больше времени, чем необходимо на полный захват этих территорий. Видимо, какие-то планы подобного характера в Москве действительно разработаны, а в этой статье были затронуты некоторые довольно интересные моменты, которые были неким превентивным ответом на критику материала. Первое утверждение, которое там было изложено – НАТО не станет применять ядерное оружие. Этот момент важен как с военной точки зрения, суть которой нет смысла объяснять, так и с политической. Если Альянс не готов защищать свои территории всеми наличными средствами, значит его уже нет. А по убеждению автора, в той ситуации теми силами и средствами, которыми располагал блок в операционном районе, он просто не смог бы ничего сделать. Второе утверждение касается роли Белоруссии в этом плане. Автор уверен в том, что в Литву Лукашенко послал бы свои войска даже без рассуждений. Причем не в таком режиме, в каком они были на нашей территории – зашли, вышли. А делали бы то же самое, что делают московские орки. В тексте не было объяснения того, на чем основана такая уверенность, а просто приводилась, как само собой разумеющаяся. И третий момент, который мы многократно встречали и в других местах. Речь идет о том, что первый и самый стремительный бросок должен был состояться в направлении того самого Сувалкинского коридора. Суть этого маневра заключается в том, чтобы отрезать страны Балтии от сухопутного сообщения с Европой, а конкретно с Польшей. После чего уже можно было бы расправиться с остальными странами в менее интенсивном темпе. А вот овладеть Сувалкинским коридором предлагалось максимум за три дня, а то и за сутки. Речь идет о ста километрах, которые войскам надо было пройти в режиме встречных ударов из Белоруссии и Калининградской области. Из статьи следовало, что на этом этапе боевые действия не планировалось переносить на территорию Польши, и поэтому там были уверены, что самостоятельно, без группировки НАТО, польская армия не станет заходить на территорию Литвы. Опять же, на чем была основана эта уверенность, не беремся судить. Но все это было описано логично и последовательно. Общий план состоял в том, что союзным войскам уже будет поздно идти на помощь странам, которые де-факто уже будут оккупированы, а граница с Польшей заминирована так, как мы это видим у себя на юге. Этот материал был опубликован в период, когда расисты уже сделали акт доброй воли на севере Украины и назревало явно что-то нехорошее на изюмском направлении. Тогда часть публики, которая там еще может соображать критически, не отрицая своего стремления к захватническим войнам, усомнилась в том, что было правильно выбрано направление удара. А мы помним, что когда разыгрывалась прелюдия к широкомасштабке, был запущен план «Миграционный кризис», который как раз и осуществлялся на тех направлениях, которые автор статьи обозначил как «Направление возможных ударов». Мы также помним о том, что ЕС и НАТО довольно вяло отреагировали на эти события, а ЕС вообще стали осуждать как минимум Польшу за то, что ее военнослужащие и пограничники не стали церемониться с беженцами и, отловив их в приграничной зоне, физически вышвыривали в страну вечно цветущих картофельных пальм. Все вместе взятое говорило о том, что жесткого и быстрого ответа на вот такую экспансию можно было уже и не ожидать, потому что скорость операции должна была привести к успеху. Таким образом, Москва могла бы получить маленькую победоносную войну вместо кровавой бойни, которая угробила всю их кадровую армию, а плюс к тому показать самим членам НАТО ценность пресловутой пятой статьи устава о коллективной обороне. Вернее, показать отсутствие практических механизмов его применения. Ко времени написания статьи основные санкции Московия уже получила, и автор поставил вопрос о цене, которую Московия получила за перманентную и уже явно невыигрышную драку, когда теми же самыми потерями можно было обеспечить успех северной операции. И вот сейчас мы наблюдаем эскалацию напряженности непосредственно на этом направлении. Это говорит о том, что какие-то такие планы были на самом деле реальными, и сейчас они готовятся как некий вариант «Б». В случае, если ВСУ все же найдут противоядие против эшелонированной обороны на юге и вырвутся на оперативный простор. В таком случае публике надо срочно дать что-то в виде победы, и какой-то эрзац наподобие почти захваченного Бахмута здесь уже не сработает. Тем более, что в случае прорыва из него придется уходить. Поэтому просто возьмем за основу версию того, что кто-то в Кремле решил, что окно возможностей по Блицкригу на севере еще не совсем закрылось, и в случае чего можно в него влезть. Тем более, что еще больше санкций за это уже ничего не решат. В самом деле, по состоянию на сегодня силы быстрого реагирования НАТО составляют чуть больше 30 тысяч военнослужащих. Плюс к тому, в Европе стоит контингент армии США в 100 тысяч военнослужащих. Но только часть из них могут принять непосредственное участие при агрессии против одной или нескольких стран НАТО. Президент США недавно заявил о том, что Штаты, безусловно, будут воевать с Московией в таком случае. Но фокус в том, что для действительно серьезного сухопутного противостояния, кроме безусловных возможностей Штатов в плане авиации, ракеты и остального, нужны сухопутные силы, и мы видели целый ряд учений по переброске американских войск из США в Европу. И выглядит это так, что часть войск перебрасывается авиацией к местам, где она может работать под прикрытием средств ПВО-ПРО, а основная часть – морем. Даже в случае авиамоста для переброски и развертывания войск понадобится несколько суток. А с учетом того, куда будет проложен этот мост – до недели. А этого времени может хватить для того, чтобы Москва закончила захват Сувалкинского коридора и начала его укреплять. В таком случае НАТО получают нечто вроде того, что сейчас происходит в Украине. И удастся ли сходу сбить противника для того, чтобы зайти в Литву, является вопросом открытым. Но в любом случае речь идет о том, что сухопутная операция должна иметь свое начало на территории Польши. И вот прямо сейчас прямые и непосредственные угрозы в отношении Польши стали исполнять высшие должностные лица Москвы. Но в общем угрозы такие были и раньше. А вот сейчас Путин публично выдвинул территориальные претензии уже непосредственно к Польше. Выглядит это вот так. На самом деле это крайне важный момент, потому что раньше разговоры Кремля сводились к угрозам в ответ на помощь Украине. А сейчас риторика изменилась, и формализованы открытые территориальные претензии. Этот финт дает представление, как себе изображают весь этот узел в целом. В связи с тем, что сам шизофюрер заявил о том, что Сталин подарил часть территории Польши, это практически полностью повторяет его же теорию, что Ленин подарил Украине ее государственность. Бредовость этих заявлений нет смысла рассматривать вообще. Но тут важно то, что таким образом Путин подводит основания под свои территориальные претензии в ракурсе пересмотра исторических реалий, зафиксированных множеством международно-правовых актов, под которыми стоят подписи лидеров Советского Союза, Московии и его собственные. Таким образом, он демонстрирует отказ от всего, что было основой европейской и мировой безопасности. И так и надо все это понимать. Непосредственно, такую риторику в отношении стран Балтии мы пока не услышали. Но после того, что он рассказал о Польше, можно не сомневаться в том, как он собирался конвертировать захват территорий Эстонии, Латвии и Литвы. Он просто сказал бы, что это территория Московии, которая по исторической ошибке оказалась вне ее контроля. Это все могли наблюдать по Украине и так называемым новым территориям, с которых ВСУ сейчас вышибает войска рашистов. Все изложенное формально натыкается на тезис о том, что каким бы Путин не был идиотом или отморозком, он все равно не позволит себе прямую конфронтацию с НАТО. А из чего выстраивается эта уверенность? Скажем так, знаменитая статья пятая, которая обязывает все страны Блока встать на защиту подвергшейся атаке страны, на сегодняшний день имеет чисто декларативный вид. Она еще ни разу не применялась по-боевому и существует исключительно в форме оперативных планов. А как известно, такие планы никогда не исполняются так, как в них написано. Пойдем дальше. За все годы правления обнуленного, НАТО ни одного раза не показало себя, как военная структура, способная решать масштабные задачи. И надо посмотреть правде в глаза, когда будем приводить примеры совместных действий во время войны в Ираке или Афганистане. По сути, воевали войска США и Великобритании, а остальные контингенты играли в вспомогательные функции, потому что американские военные сами на этом настаивали из-за откровенной слабости войск-партнеров, с которыми даже взаимодействие было сложно установить. Даже с англичанами они разделили секторы ответственности и действовали с высокой степенью автономности. А ведь это были войны намного менее высокого уровня интенсивности, чем то, что происходит в Украине и может произойти в странах, граничащих с Белоруссией. И тут важно понимать еще вот что. В тех двух-трех компаниях страны НАТО, которые выставили свои контингенты, изначально понимали, что воевать будут не они, а американцы. И на такое они были в принципе согласны. А если речь идет о действительно тяжелой сухопутной операции с регулярной, многочисленной армией, как у Московии, что тогда? Будет ли хоть такой энтузиазм, какой был в Ираке? Наверняка Польша будет активно рубиться, даже в случае вторжения только в Балтию. А если атака будет направлена на ее территорию, то в этом можно и не сомневаться. Но опять же, уровень подготовки и стойкости современной польской армии можно будет увидеть только в бою. И поэтому мы просто говорим о том, что войско польское будет готово сделать все, на что оно способно, чего пока никто не знает. А вот будут ли готовы немецкие и французские войска натурально и на суше воевать за Польшу или Литву – большой вопрос. А полтора года широкомасштабной войны в Украине вызвали массу заявлений, как руководства НАТО, так и лидеров отдельных стран, что основой политики Альянса является избежание масштабного военного столкновения с Московией. Как это должен понимать агрессор, мы можем только догадываться. Но скорее всего, это будет выглядеть как «а почему бы и нет?». Но вот в ситуацию вплетается еще один важный момент, на который отреагировала только Польша, но не НАТО. Перемещение Вагнера в Белоруссию говорит о том, что если агрессия в направлении Литвы или Польши будет осуществлена нерегулярными силами РФ, а наемниками Пригожина, то тут возникает казус. В самом деле, вот на территорию Польши вваливается с десяток бригад Вагнера. При этом весь личный состав имеет обширный боевой опыт и знает, как действовать в подобных ситуациях. Это кто совершил агрессию? Скорее всего, в Москве скажут, что знать ничего не знают, и что это не их еноты. В таком случае против кого надо направлять ответные действия? И это не риторический вопрос. Если разбираться технически, то эта самая ЧВК Вагнер действовала в рамках официально зарегистрированной компании Пригожина «Конкорд». Так вот, на территории Федерации пригожинские структуры или уже закрыты, или находятся на стадии закрытия. Так уже стало известно о том, что он свернул деятельность своей фабрики троллей и ряда других структур. Но вот на фоне того, что в отношении его и его ближайшего окружения не было предпринято вообще никаких репрессий, сворачивание бизнеса выглядело странно, если не подозрительно. Если кто-то помнит этот эпизод, Пригожин как-то выступил с программной речью о том, что надо делать, чтобы империя не рухнула. Там было много всяких предложений, которые намекали на то, что он хотел бы стать кем-то вроде регента или серого кардинала при Путине, чтобы жесткой рукой наводить порядок. Многие тогда отмечали, что этот поток сознания был слишком сумбурным и не структурированным. Но если хоть кому-то поставить задачу изложить свои желания так, чтобы они не читались прямо, но и не были потеряны полностью, то весь этот сумбур можно было расценивать как прикрытие программы максимум и программы минимум. А она состояла в том, что нынешние элиты не оправдали надежд и поэтому подлежат размародериванию. По сути, он тогда предложил Путину или стать его разящей десницей или в этой действительно опасной ситуации поступить по так любимому на болотах принципу «отнять и поделить». Проще говоря, Пригожин еще тогда потребовал за свои услуги или малый, или уж совсем большой приз, но не получил ни первого, ни второго. Передела собственности в пользу Пригожина и отличившихся на войне не произошло. Но очевидно, что в Кремле эту идею поняли и воплотили в жизнь, но не так, как это себе видел повар. Размародерить решили активы иностранных компаний, и на этой неделе стало известно о том, что активы ушедшей из Москвы и компании «Данон», а также активы пивного концерна «Балтика» перешли под контроль родственников Кадырова. И вот на таком фоне Пригожин сворачивает свой бизнес на территории федерации. Только на самом деле он его не так сворачивает, как перемещает, и в сети появились документы о регистрации Пригожинского Конкорда в Могилевской области, Белоруссии. И теперь давайте вспомним о том, как все эти годы позиционировался Вагнер. Это была неправительственная, военизированная компания, но ни у кого не вызывала сомнений в том, что она российская. А теперь есть еще один интересный момент. Законодательство Московии допускает двойное гражданство, а это значит, что сам Пригожин и его бойцы вполне уже могут иметь белорусские паспорта или находиться в процессе оформления. И в итоге получается, что Конкорд, а по сути организационная структура Вагнера, зарегистрирован в Белоруссии. База Вагнера в Молькино уже закрыта, зато открыта в Белоруссии. Личный состав этой структуры, возможно, уже имеет и белорусское гражданство. И вот эти 10 бригад вторгаются в ту же Польшу, например. Что дальше? Состояние войны НАТО с кем? Москва гарантированно скажет, что это не мы. Попробует разыграть старую дурочку в стиле колеса-насосы. И в общем имеет основания полагать, что этот номер пройдет. Ведь с 2014 года в Украине воевали повстанцы, шахтеры, отпускники и страны НАТО на это практически никак не отреагировали. А в случае с гопниками, коими являются руководители на Московии, это воспринимается как можно. Кстати, если они сейчас проглотят угрозы Путина по Черному морю, то получат Сомали на одной девятой части суши планеты, о свободе судоходства и прочих вещах они могут забыть, если только дадут утопить или досмотреть хоть одно судно не под украинским флагом. Так и здесь, с 2014 по начало 2022 года они валяли дурака в стиле «это не мы в Украине». И то же самое они могут сделать руками Вагнеров в Польше или Литве. И если у кого-то возникнет вопрос о том, откуда они взяли оружие, правильно, в любом военторге его как грязи. То есть по состоянию на этот момент можно наблюдать процесс дистанцирования Вагнера от Московии. Или наоборот, дистанцирование Федерации от Вагнера. В таком случае может оказаться понятно то, почему Пригожина не ликвидировали еще в Ростове. Просто представим себе, что его самого, его бабло и его людей отпустили под услугу именно такого свойства. Но тогда возникает вопрос о том, какой приз может быть у самого Пригожина, а главное у его людей. И вот тут все может встать на место, если опереться на следующую далее версию. Лукашенко уже давно созрел для того, чтобы уйти от управления Белоруссией, потому что де-факто он давно не является самодостаточным деспотом, а вынужден играть роль Халуя Пуэла. С учетом того, что страна погружается в изоляцию и в общем ничего веселого впереди уже не видно, Лукашенко с удовольствием тихонечко ушел бы в лес. Но в таком случае понадобятся гарантии безопасности ему самому, его выводку и главное, его баблу. Причем гарантии эти должны быть двойными, от Путина по вполне понятным причинам и от преемника, который займет его место. А это опасный коктейль, который не очень-то легко и составить, если только наследником не будет человек Путина, который держит слово и который точно не станет сидеть на двух стульях, чтобы подыграть Западу. Пригажин точно никак не сможет сыграть партию с Западом и не только потому, что он кровавый мясник, а еще потому, что он поджал интересы Британии и Франции в Африке. Если кто забыл, то последним, кто это сделал в отношении Франции был некто Муаммар Каддафи. Пусть это были интересы лично президента Пятой Республики Николя Саркази, но в тот момент он был легитимным представителем интересов Франции. Напомним, истязания Каддафи были на руках тех, кто вчера называл его богом – собственные граждане. А вот последнюю пулю в него послал агент французской внешней разведки. Британия же с ее столетним имперским опытом все делает не так драматично, но не менее конкретно. Так что игра пригожена с Западом невозможна. И если допустить, что Лукашенко действительно готов тихонько уйти, то повар выглядит как раз той фигурой, которая безусловно обеспечит необходимые гарантии. А с его методами убеждения он поставит Белоруссию в любую позу, и там никто не пикнет, потому что введение крестьянского рабства, случившегося на прошлой неделе, когда селяне оказались закрепощены в своих хозяйствах, не вызвало никаких протестов. И это при том, что Лукашенко не размахивал кувалдой. В таком случае приз в виде белорусского княжества для пригожена может оказаться вполне приемлемым, и для этого он может пройтись в поход против Польши и Литвы в указанном месте. Просто представим, что он без участия регулярных войск повел свое воинство на Калининград и поставил задачу дойти до него любой ценой. И положил всем участникам какое-то фантастическое жалование за этот рывок. Плюс к тому, его бойцы получат неразрушенный в щебень Бахмут, а территории, где они могут грабить все подчистую, без единой оглядки на какие-то правила ведения войны. Опять же, речь идет о зажиточной Европе, а не об Украине, где уровень жизни намного ниже. То есть высокое жалование и неограниченные призовые могут оказаться вполне приемлемым стимулом для такого мероприятия, и плевать они хотели на НАТО и на их пятую статью устава. Плюс к тому, имеющие опыт боев в Украине, они точно знают, что бодаться с ВСУ – это тот еще челлендж, и знают, сколько они похоронили своих коллег в этих боях. Они понимают, что Украина уже создала боеспособную и крайне эффективную армию, тягаться с которой не посоветуешь никому, а здесь есть варианты. И вот что публикуют их социальные сети. Каждый может покрутить вот такое допущение и найти в нем какие-то изъяны, которые делают подобный ход событий решительно невозможным. А для Москвы такой рейд будет сигналом для оккупации трех балтийских республик, пока вагнеры держат Сувалкинский коридор. В таком случае вполне понятна мотивация всех участников этой схемы, и между прочим, реакция Польши, от которой покрутила Путина и его халуев, говорит о том, что в Варшаве пришли примерно к таким выводам и поэтому перебросили именно к белорусской границе несколько своих бригад. Вполне возможно, что путинская агентура отрабатывает и в Польше, и в результате ее работы в Москву ушли наброски планов польской армии, которая может особо не стесняться и не бодаться с Вагнерами в Сувалкинском коридоре, а ударить им в тыл через белорусскую границу, о чем Путин так нервно и рассказывает. В общем, все это длинное повествование может дать пищу для размышлений каждому, кто решит дать ответ на вопрос, вынесенный в название этой саги. На этот ответ каждый даст себе самостоятельно.